я пришла в наш секонд хочу поснимать немножко у нас посуда я вам показывала некоторые чашечки я ничего не понимаю что почему я просто если что-то красиво это мне нравится смотри какая красивая тарелочка золотым ботком всего за 6 долларов здесь есть старинные вещи есть современные есть такие по лучшему состоянии есть в плохом состоянии цены конечно у нас стали ужасно дорогие вон там стоит такая сахарница или конфетница называется очень симпатичная хрустальная штука тяжелая хрустальная посмотрите 13 долларов ну куда это водится за подержанную старую вещь в общем короче совсем у нас тут совсем у нас стало все абсолютно не вот что 15 долларов японскую плохом состоянии и за такие деньги вот это вообще пообитая так пришла поснимать красивые в результате стала все критиковать давайте чашку посмотрим знаете как я люблю чашечки ну что-то ничего нету это симпатичная мэйден элгланд 6 долларов они стоят кстати в другом магазине я видела они их оценивают по 10 вот эти чайные пары а в нашем секунде по 6 вот очень миленькая симпатичненькая но она видите немножко побитое состояние так себе красивые чашки одинарные безблюдец сколько одна стоит ого 8 долларов ничего себе 8 долларов одна вот такая чашка при этом она тоже какая-то треснувшая ну в общем ничего я не нашла ничего я не вижу народу много вот эти штучки вот красивые 6 долларов за три чашки японские музыку врубили еще громче сделаете чтобы совсем было невозможно снимать к интересную тарелку 13 долларов что не такого что за не столько хотят денег не знаю рюмочки хрустальные вот какие-то интересные 10 долларов за 4 штуки тоже побитая совсем совесть потеряли в нашем секунде вот красивая чашка но тоже какая-то треснут треснувшая внутри тоже английская очень симпатичная блюдца смотрите какая форма ручки красиво какие-то кружки какие-то рюмки так железная посудка и здесь не разрешают снимать я это делаю втихаря и как бы за зайцем потому что один раз мне один раз мне попросили не снимать не один раз и даже два я два раза пыталась снимать в секунде именно в этом меня два раза очень вежливо попросили перестать три рюмки за 15 долларов пустой знаете вообще хруст хрусталей у нас много здесь вот этих всяких но они такие одиночные вот красивые шампанское два бокала за 10 в общем короче я так понимаю что все очень давно поняли что вот смотрите новый сервис коробки ну это какой-то китайский такие чай такие чашечки для чая китайский все давно поняли что на старом кламе можно заработать деньги у нас теперь здесь есть постоянные такие клиенты которые здесь каждый день пасутся с утра своим целом закрывают подход к любой к любой полке к любому к любому стенду с украшениями такая интересная тарелочка это желтая то так должно быть или английская старенькая наверно ничего не стоит вы знаете есть покупание есть очень много людей которые именно на этом зарабатывают на цены новочки на 8 долларов японская тарелка на что за не очень новую не очень хорошим состоянием как можно такие как дорого знаете что я думаю что вот это интересно мэйсонс сделано в англии вот такая тарелочка но на ней нет цены можно конечно попросить чтобы они ее оценили не очень хорошие тут всякие тарелки такие для украшения чтобы понимали у нас к открытию в секунд он открывается в 10 часов здесь стоит очередь очередь чтобы зайти потому что все хотят быть первыми чтобы скупить все ценные ценности так вот эти вот кухню старым тут я вообще не понимаю в чем смысл меня они просто пугают если честно всякие скульптурки балерейки но это все абсолютно абсолютно не представляет никакой ценности даже не то что ценности а представлять никакого интереса для меня вот эти вот капитан хенри морган мне кажется что вот это вот это вот есть такая целая серия вот таких вот кружек в форме головы даже мне кажется что они какие-то коллекционные ну я чуть не знаю в этом не понимаю поэтому а он весь побитый к тому же поэтому мне он не нравится и опять же повторюсь я смотрю вещи не для продажи а только что то что мне нравится со мной и что я бы хотела иметь у себя дома я смотрю иногда люди покупают такую ерунду а потом показывать что ее нужно продать за какие-то сумасшедшие деньги но это совершенно не моя цель о подсвечнички христальные смотрите какие симпатичные ого 13 долларов не так как что-то такое симпатное симпатное так сразу и цену я могу еще раз повторить у нас стоит очередь секонд хенд чтобы зайти утром к открытию я конечно всегда стою в конце этой очереди понимаете я никогда не успеваю лучше приехать чтобы зайти первое нужно приехать минут 15 до открытия для меня это просто не мысленно и глупости безумно и глупости зарабатывать на этом наверно смотрите какая штука пришла чтобы гасить огонь в сумочке она не старинная она как будто подставленную сделаю прикольную вещь ну еще новогодние какие-то остатки у нас тут в общем всего много но ничего такого я просто люблю разглядывать я честно говоря очень редко что-то здесь покупаю в смысле посуды или там каких-то вас вот две чашки я купила я вам показываю потому что ну все вот такой вот и кстати нужно ваза высокая узкая ваза может посмотреть здесь какую-нибудь вазу сейчас посмотрим ну вот по моему все что можно было я просто не вижу народ пасется здесь каждый день что их покупают у нас вообще такое ощущение что все все поняли что все люди которые когда-то все относили 17 долларов что в ней такого наверное какой-то ну здесь даже бренд не указано как они эти ценности по такому критерию я не знаю короче мне это впечатление что все поняли что на это можно зарабатывать просто все что раньше собирали в кучу и выбрасывали относили в секунде теперь никто так не делает все перебирают рассматривают и пытаются сами видимо продать и на этом заработать в последнее время у нас ни украшений ни каких-то смотрите какая смешная она фарфоровая вот какая прелесть но она такая страшная грязная посмотрите какая симпатичная фарфоровая олеечка это же наверное декоративные они настоящие но никаких нет отметок никаких нет брендов но она очень красивая штучка вот так а и а и Продолжение следует... Вот это такая интересная вещица, мне она очень понравилась, стоила она, по-моему, 4 доллара, и на ней написано, что это ручная роспись, и что это вещь из Голландии, явно старенькая, явно винтажная, не очень чистая, не в хорошем состоянии. Наверное, это пепельница, я подумав-подумав, захватила ее с собой, решив, что пригодится она мне. Вот что-то тоже явно винтажное, явно не очень современное. Даже с оригинальной этикеткой, в общем-то, немножко ободранной, но тем не менее она присутствует, то есть явно вещь не была в использовании довольно часто, а вообще, скорее всего, ей не пользовались. Я пыталась разобрать, что написано на этикетке, но не смогла. Не знаю, оставила ее пока, потому что что-то я не очень поняла, что с этим делать. Хорошенькая вазочка такая. Сколько она стоит? 5,550. По-моему, это ручная роспись. Может быть, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что симпатичная такая, миленькая. Смотрите, вот это вот хочу вам показать, как пример того, какие у нас безумные цены. Видите, ваза, на ней цена 16,99. Значит, в магазине, вот в Холмсенс, которую я вас водила, она стоила 15 долларов. 14,99. Новая. А здесь в Секонде, старую и ободранную, они ее оценили в 17 долларов. То есть, чтобы вы понимали, вот то, о чем я вам говорю, что цены у них вообще стали, как... Я вообще не знаю, о чем они думают и что они себе... Когда-то здесь еще нарывалась на очень неплохие сумки. Бывали здесь хорошие кожаные сумки, но сейчас тоже в последнее время вообще ничего. Ничего интересного, плюс они очень сильно подорожали. Ну, вот это, может быть, коуч настоящий, но... Ой, ужасно, совершенно ободранная все. Пару раз я покупала очень неплохие пояса. Ну, тоже в последнее время что-то совсем ничего интересного не встречается у нас. Просто такое расстройство. Совсем обеднели наши секонды. Совсем не на что посмотреть. Все такое страшное, старое и дорогое. Да. Продолжение следует... Продолжение следует...